Андрей, ну, я что скажу, что, к сожалению, не все люди, которые сейчас будут смотреть наше видео, имеют высшее образование или хотя бы законченное среднее образование. Так вот, именно, что они не имеют образования, чем проще им объяснить, тем они быстрее поймут. Я вот тоже все хочу озвучить забавно, это может когда-нибудь хотел ролик, это есть информация, что танки неэффективны с 78-го года уже. То есть их специально мировое правительство выпускает, а бы, чтобы выпускать, то есть уже было разработано в 78-й, ну, сейчас год ошибаюсь, но, по-моему, в 78-й. В 1976 году они поставили крест на бронетанковое вооружение. Теперь один пехотинец может с помощью винтовки уничтожить 65-тонный танк. Пуля пробьет 3 дюйма брони и на другой стороне превратится в белую горячую вспышку. И весь экипаж трупы, потому что вспышка выжгет весь кислород вместе с их телами. С 1976 года бронетанковые войска не имеют смысла, и вы даже об этом не слышали. И вы даже об этом не слышали. И вы даже об этом не слышали. Они производят 10 тысяч таких пуль каждый день. У них их достаточно, чтобы несколько раз уничтожить все танки СССР. Давайте, пускай в эфир пойдет от меня, как выглядит солнце на самом деле. Давайте, потом, сейчас мы закончим этот разговор, и потом ты рассказываешь это. Ты сейчас занимаешься такой вещью, как троллинг. Ну, что могу вам не осознать? Я думаю, осознание это тоже большая ответственность одновременно с осознанием приходит. Ну и некоторые инструкции действуют. Вот, сейчас тоже воспользуюсь слушать, но воспользуюсь случаем. Вот, на самом деле, очень легко беседа идет, позитивно. Я хотел все вот ролик снять, это отдельно прокомментировать, но в двух словах скажу. Вот, я посмотрел один из первых, как я специально говорю, первый ролик с конца Сережи Тарасова. И что меня удивило, это шаг вперед, два шага назад. Начали за здравие, окончили за упокой. То есть, вначале мы шли к сотовой земле, а потом резко откатились от нее. То есть, Сережа, он как бы никогда не скрывает, что все свои знания он получает из внешних источников. То есть, поговорил с каким-то человеком, а потом озвучил. Ну, я бы все равно его похвалил, потому что одно дело получать, а другое дело поддавать это все анализу. Но тут какой-то у него произошел сбой. То есть, мы вначале пришли с ним к правильной модели, он ее озвучил. Есть ролики, где он пришел в шок и сам восхитился от того, что как мир выглядит. А теперь он озвучивает маленькую модель, скажем, за первый класс. То есть, он уже отучился в 10 классе, а теперь возвращается и показывает землю. Причем ролик, который он землю показывает, это он опять покажет нашу ячейку. Еще раз скажу, вот эти вещи там про эфиры, пломбиры, что озвучивают. У меня вообще есть теория, что Э это приставка сознательно сделана. Вот, допустим, асимметрия, мы знаем, это альтернатива симметрии. И когда А ставится, это альтернатива чего-то. То у меня есть теория, теперь появилось, что эфир это альтернатива чего-то. В данном случае, если по эфиру мы можем смотреть, допустим, ну, давай, допустим, начнем с Эры. Эра. Э, Ра. Ра это свет. То есть Э это противоположность свету, там, допустим, эрудит, просвещенный человек. Если ставится приставка Э, то получается он альтернатива просвещен, то есть он выучил лживые знания. И теперь мы с тобой подходим к эфиру, самое интересное. Э, фир, фир, это, если я не ошибаюсь, в английском огонь. Fire, фир, или что-то в этом. Да, то есть эфир это альтернатива огня. То есть любая наука современная, какая она бы ни была, даже альтернативная, это все равно религия. И вот эти условности, которые люди придумывают, вот смотрите, мы объяснили. Да ничего вы не объяснили, вы все равно пользуетесь языковыми инструментами, которые нам дали. И я себя поссорирую с человеком, я не собираюсь в терминологию углубляться, я просто человеческим языком говорю. За антарктическим кругом находятся новые земли, которые можно лично увидеть. Все, не надо ничего там, как мир устроен. Просто, как говорится, собрались, пошли и все увидели. Кстати, правда, зачастили и американцы, и это, в последнее время вот эти... Да, что-то они туда лежат. Да, шастают, 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 шастают. И главное, что нам про это говорят. Они же могли бы втихаря слетать, правильно? Ну, и никто бы не узнал. А не получится, с точки зрения это тяжело реализовать. Я думаю, единственный способ, если вот человек это состоятельный и не знает, как весело поразвлекаться, он, вот, есть же люди, запускают ракету любителей в купол, пока она не стукнется. А почему бы не приколоться, а обвешать ракету такого же плана видеокамерой и пустить ее не вверх, а по горизонтали, чтобы она как раз в купол стукнулась не в верхний, а может быть нам бы повезло, она бы четко прошла по фарватеру в соседнюю ячейку. Это в надежде на то, что кто-то нас услышит, подумает, о, блин, не знал, куда бабла девать. Это, расскажу старый анекдот, это относительно, как бы, и для зрителей, и вообще это... Когда в 90-е годы были популярные анекдоты про новых русских, диалог, это где-то там в Нью-Йорке такой, на вориш останавливает такси, говорит, братан, подбрось меня до Харькова. Тот такой, говорит, вы что, говорит, это вообще другой континент, он раз там пресс денег ложит, говорит, вези, говорит, да вы не понимаете, это океаны разделяет, он раз еще пресс ложит, это, говорит, ну давай, давай, смотри, сколько бабок. Он говорит, так как вам объяснить, я это никак не смогу сделать, вас в Харьков отвезти. Он ложит уже на капот чемодан денег, говорит, ну что, поехали, таксист посмотрел, говорит, а вам куда, на Салтовку или на Алексеевку? За домом Алексеев, да? Ну это я назвал, это районы Харькова, то есть, деньги... Это я к чему этот анекдот привел, что если у человека есть деньги, и есть фантазия, пожалуйста, он может создать ракету, которая пойдет по горизонтали в соседнюю. Можно упростить, можно... Ракету, в принципе, могут сбить эти, которые охраняют периметр все страны мира, то есть, это могут сбить корабли, которые по этому кругу курируют. Поэтому самый безопасный вариант, это запустить аналог воздушного шара с мощной подзорной трубой, которая будет опять по горизонтали пробивать очень далеко, скажем так, обзор, и которая должна... Труба оснащена быть видео, скажем так, захватом, который не в самом шаре должен пленка это или как, ну, оставаться, а тут же передаваться на землю, на компьютер. Я думаю, с большими деньгами и с желанием, по-моему, такой агрегат можно соорудить. Это что, ты понимаешь, Сереж, это я закидываю, вдруг и правда найдется человек, который думает, а я вот войду в историю, благодаря Котлярову, сниму это соседние ячейки и прославлюсь. Это... Ну, для тех, кто в космос хотел полететь, а теперь понимает, что делать там нечего. Да, 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 да. Подрать деньги грамотно и прославиться, договориться. Слава, вот такой вопрос еще, то есть, с тремя землями находимся, и единственные, которые... Как у них там дела? Они там не заражены частично? Вроде как бы рядом тоже такая... Фантазировать не буду, единственное, воспользуюсь твоим вопросом, опять очередной расскажу. Вот эти ведические знания индусов, они маленькую всего лишь модель, то есть, маленькую модель сотового мира показывают, маленький отрезок. Скандинавские вот эти саги и легенды, они тоже отрезок показывают. Сережа Таразов в своем ролике опять вернулся к отрезку, он показывает маленький отрезок нашей модели. А интуитивно предполагаю, что они находятся в соседних ячейках, тоже в оккупации, предположительно, вот в этой, вот эти что, три ячейки. И вот, опять же, еще скажу про дерево, которое находится, вот это великое дерево посередине этих, как на пересечении трех идейках, ячеек. И, предположительно, благодаря Кристине Маране, скорее всего, я задумаюсь, и правда ли, в современной Арктике не было ли тоже небольшого дерева. То, что там города есть, и, кстати, вот недавно Кунгуров озвучил, ну, не только он, что, ну, скажем так, в тех местах начала земля подниматься. А я думаю, она не поднимается. Вот мне понравилось, вот я люблю Анатолия Шляхова слушать, вот он некоторые вещи грамотно говорит, они задумаются. Он как-то в ролике хорошую вещь сказал. Говорит, вот в Арктике толщина воды приблизительно, ну, 300 метров, ну, пускай условно будет 300 метров, да, 500. Если уже по краю смотреть Африки, то там уже на несколько километров идет. И ведь это все получается, как мы, я пытаюсь, и Сергей Тарасов, когда еще, как говорится, в Красную Армию его не забрали, как шар закопанный в землю. То есть, там, где Арктика, этот шар более на возвышенности находится. Естественно, там высота всего лишь 300 метров, а уже ближе, как говорится, к ледяной кромке, естественно, там уже километры идут. Но я бы рассматривал, еще раз повторю, что, смотри, вот наша ячейка, и в нашей ячейке, как раз, ну, грубо говоря, есть яйцо вот это. и я сейчас, и я, кстати, недавно начал теорию разрабатывать, опять же, теория, мне кажется, вот эта ведическая сказка про курочку-рябу, это, скорее всего, создание ячейки богами, то есть, снесла курочка-ряба-яичко, а не простое, золотое, то есть, создала ячейку, в которой поселилась жизнь, потом кто-то ее бил, не разбил, то есть, этот купол пытался разбить, да, и как там дальше в сказке идет, это разбилось, оно, я уже не помню, это золотое яйцо, да, значит, пришла кому-то мысль, как этот купол пробить, все-таки, они пробили этот купол, эту ячейку, и в итоге опять появилось божественное существо высшего порядка, которое снова создало эту, это, скажем, ячейки, это яйцо, я думаю, оттуда, кстати, и про Кащеевы яйца можно грамотно рассмотреть и так далее, а еще и хочу сказать, и сайт, вот этим же сказкам вообще миллиарды лет вот этим ведическим и про золотую рыбку и про курочку рябу и про колобка и про волка и семеро козлят это этим миллионы лет этим сказкам, вот, поэтому, скорее всего, вот эта курочка ряба это, скорее всего, создание ячейки имеется в виду, которые предали... То есть, уничтожение ячейки и заново опять выгроживание сказкам, получается, цикл описывается ячейки. Да, 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 да. А золотое, кстати, еще важный момент для зрителей. Люди очень неправильно реагируют на слово золотой. Надо на него реагировать не с положительной стороны, а с негативной. Золото это то зло. То есть, вначале она снесла яичко, яичко, в котором было зло. Жило. Яичко не простое. А золотое. А просто я разобрал еще давно, когда говорят, человек простой. На самом деле, простой, это, грубо говоря, про, это значит, древний, а сто, это древний в сто крат. То есть, простой человек, это... Она его снесла. Вот, поэтому золотое это злото, а простое это уже, как говорится, нужное. Первое слово это не простое. И все-таки не простое. А золотое это уже как-то через запятую может... Ну, тяжело, видишь, у нас, я же говорю, колобок у нас же укороченной версии дошел. В оригинальной сказке Луна, космический арк, ну, ты же помнишь, я же объяснял, что это космический арк, который под чертогом гулял, вначале чертог медведя прилетел, потом чертог зайца. То есть, там персонажей гораздо больше. Вот, и, как бы, все становится... Вот, еще и сайт Асгард, он же описывает как раз всего лишь одну крупицу вот этого огромного мира. И когда люди говорят, мы живем внутри Земли, ну, да, мы живем внутри этого яйца на огромной сотовой планете, на которой находятся миллионы этих яиц, миллиарды этих яиц. Которые покрыты еще одним слоемом, сверху еще... И так далее, и так далее. Ну, вот это же я ролик выложил, когда человек про Улей сказал... Вот реально, человек же в 2014 году. Пускай он переозвучил, но он же до меня сказал, что планета выглядит это. Другой бы огорчился, вот, меня разоблачили. Я наоборот стараюсь найти подтверждение это, кто... подтверждение твоим словам. именно подтверждение словам. А не то, что ты выдумал, что... как-то там... Да вообще твои знания настолько уникальные, я не знаю, как можно сказать. Ну, это только, как говорится, он тут пропал, я тебя не слышу словить. А появляется это, возникли неполадки с интернет-соединением, подождите. Да, наверное... Оно видно. Сейчас я позакрываю. Такое уникальное, что кто-то, не знаю, ну, не то, что глупцы, злопыхатели действительно могут ляпнуть, что ты это где-то сдираешь, или, не знаю, это проплаченный, проплаченный масон. Да, наверное, самое смешное, что они могли придумать. Да, ну, мозг, плоский, подожди, скажи, будет комплиментом. Мозг никакой вообще. Знания вообще, в моем понимании, они не имеют хозяина, их невозможно украсть. Я всегда позиционирую с человеком, который их озвучивает. Даже если я, гипотетически, бы, хотя я не знаю английского языка, и мне сейчас просто вот эти статьи, даже если мы помечтаем, я реально на американских сайтах нашел упоминание про сотовую землю и начал ее озвучивать. Какое это имеет значение для больного, если доктор пришел, его лечит? Выучился он известного доктора, до этого, или сам методом проб и ошибок? Какое это имеет значение? Это будет подкреплением к тому, кто озвучил американскую версию. Да, я сам себе уже доказал и всегда буду подчеркивать, никто не найдет за последние 200 лет ни одной книги, ни в интернете информации про сотовую землю, как я развернуто говорю. Будет незначительное упоминание, будут, верю, но описать этот весь земной шар во всем его великолепии, многообразии, не в состоянии, причем я в ролике сказал, это только могут славяно-язычные, потому что у нас хоть и речь сильно программный код изменен, но все-таки маленькие, как говорится, зацепки есть за информационное поле, ну и плюс душа еще, и помимо речи, это же речь, это относительно дегнародация, люди раньше телепатически общались, и родовая память, да, в генах, это однозначно. Да, вот поэтому, да, чем же нас шарахнули так же 20 лет назад, то, что даже вспомнить некому было об этом, передать нам. Да. Ты меня не услышал, наверное? Нет, шарахнуло, я услышал, шарахнуло, как нас 200 лет, шарахнуло, что даже ни у кому не удалось передать эти знания. Да, 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 как же так оно произошло, блин, прям каким-то дымом, действительно, как пчелка, Да, вот говорят, допустим, много есть лекторов, они все равно нужны, там, они могли ошибаться, не ошибаться, сейчас я хочу сказать, допустим, за Трехлебова или Хиневича, да, они там, как бы, это, администраторы, да, там Хиневич использовал книгу, которую специально же серые вбросили в 47-м году славяно-арийские веды, изначально их подкорректировать, но грамотный человек, вот как же тот же шлевошоу, когда изучил славяно-арийские веды, он пришел в шок, то есть это реальное Настенька путешествовала, единственное, что уважаемому Николаю Викторовичу не посчастливилось настолько глубоко копнуть, что она гуляла не по планетам, а по соседним чертогам, да, но может славяк, если бы он об этом сказал, его бы не восприняли уже такой, как он и есть, как Ларяна. Нет, мне кажется, люди в таких ситуациях, как он, и ему похоже, они стараются выложить весь багаж, весь арсенал, ведь он там не чурался такими вещами, как, я уже приводил пример, когда там девочка в машине взорвалась, и он ее склеил, то есть для него это было нормально озвучить, и я не буду отрицать, склеил он ее или не склеил, я это подвожу к тому, что он выкладывал весь арсенал, который можно было зацепить внимание зрителей, а если бы он знал про сотовую модель, то это, наверное, было первое, чтобы он озвучил бы. Поэтому можно, ну в книге, в книге он пропускает, все-таки у него есть пропуски, пробелы в книге, и это, наверное... Ну, одни люди пишут, что уже эти пробелы подняли, другие пишут, что не подняли, причем он такой при жизни был забавный человек, он что-то где-то посмотрит, ему так это интересно, вот допустим, посмотрел он фильм Гарри Поттер, и решил сделать это, аналогичную школу для деток магии обучать, почитал славяно-арийские веды и увидел, что там пробелы, думает, так, буду свою книгу писать, тоже пробелы сделаю, но зачем эти пробелы, к чему люди не готовы, люди, даже сотовую землю, не все могли понять, что это истинная модель, а куда уже дальше, это самое грандиозное вообще в нашей истории, что может быть за последние 200 лет, что за антарктическим кругом есть это земли, земли и так далее. Самое главное создано, что ты не один, ну, как бы я знал, что мы не один, настолько, что это все рядом, и, как говорится, рукой падает, потому что и к нам могут прийти, и, и вообще, много-много отпадает сразу вариантов по концу света, ну, как таковом, с каким-нибудь прилетом метеорита, кстати, недавно метеорит, какой-то еще один, в кавычках, над хабаровским краем пролетал, опять выдача отеля. Да, это, да, техногенные какие-то, не знаю, ракеты или что угодно. И даже, опять, наверное, хотели, что-то. Я вот тоже все хочу озвучить забавно, это, может, когда-нибудь, хотел ролик, это есть эта информация, что танки неэффективны с 78-го года уже, то есть, их специально мировое правительство выпускает, а бы, чтобы выпускать, то есть, уже было разработано в 78, ну, сейчас год ошибаюсь, но, по-моему, 78-й. В 1976 году они поставили крест на бронетанковом вооружении. Теперь один пехотинец может с помощью винтовки уничтожить 65-тонный танк. Пуля пробьет 3 дюйма брони и на другой стороне превратится в белую горячую вспышку. И весь экипаж трупы, потому что вспышка выжгет весь кислород вместе с их телами. Значит, обыкновенная, скажем, ну, назовем условно, ну, пускай автомат или винтовка, которая начинялась особым патроном, своеобразным, назовем условно, ядерным зарядом, она стрелялась в танк, прожигала броню, и, скажем так, экипаж погибал из-за того, что она там что-то, эта пуля продолжала делать. С 1976 года бронетанковые войска не имеют смысла, и вы даже об этом не слышали. И вы даже об этом не слышали. И вы даже об этом не слышали. Они производят 10 тысяч таких пуль каждый день. У них их достаточно, чтобы несколько раз уничтожить все танки СССР. То есть, вот эти танки, это все как... Я читал недавно, да, есть такая пуля, ее там нам в Забо звали невыгодной, что-то еще такое, как-то так ее... Ну да, есть такая пуля, которая заряжается, но... и стреляет ядерным взрывом. Так войны же ведутся не для захвата, войны делаются для того, чтобы они были долгие, и как можно больше кровоплоролитные. Поэтому воюют, грубо говоря, еще тамагавками. Конечно. Раз, 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 все порубали друг друга. А так бы, да, если бы было оружие эффективно, доступно, то войны и не начинались, вернее, заканчивались, не успевши начавшись. А по сей день это все делается. Вот даже вот такой банальный пример. Они любят создавать котлы. То есть, как я говорю, и в те же все 70 лет война Великая Отечественная, как мне товарищ сказал, вот слышал бы мой дед бы тебя бы, он бы там это самое. И шо? Вот слышал бы дед бы. У меня тоже прадед, скажем так, прабабушка рассказывала про войну. А шо они? Сейчас люди тоже ж не знают, что истинную модель, как войны, происходит. И тогда они знали. А что я говорю всегда? И сейчас, и тогда над схваткой стоит один верховный главнокомандующий, который стравливает и белых, и красных. И заставляет их загонять в котлы. Вернее, загоняет их в котлы и как можно больше народов, а потом просто засыпают это, арт, да, снарядами и так далее. То есть цель войны не захват, а уничтожение человеков. Это самая основная цель. А что в основном пьет? Уничтожение... Да, 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 да. Не, ну каждую страну, между прочим, для каждой страны придумана легенда, что они в свое время победили кого-то, что они получили независимость, и теперь все-таки враги пытаются на них напасть. И надо защищаться. То есть китайцы уверены, что на них хотят там, допустим, РФ напасть, американцы там уверены, что на них РФ. То есть всем внушают, ну, благо, что все-таки вот сколько, ну, по моим скромным подсчетам, наверное, уже 10 тысяч человек, которые проснулись в полной мере, которые понимают это происходящее. Ну, 10 тысяч противом миллиардов, это, конечно, тяжело. Кстати, тоже еще для ролика скажу, кстати, вот злопыхателям пускай ответят, откуда взялась кукуруза. Это самая запретная тема. Никто не может объяснить это происхождение кукурузы, потому что кукуруза самосевом не сеется. Или кукуруза, это запретный разговор, вообще, например, про кукурузу у биоботаников. Почему? Потому что кукуруза нет дикой, она самосевом не сеется, она не вырождается в дикую, и если ты ее не соберешь, не сохранишь и не посеешь, кукуруза не будет больше, никогда. И она совсем инопланетная. Нет растений, из которого произведена кукуруза культурным путем. Поэтому даже к обсуждению запрещено. Нет ответов на этот вопрос. Есть люди, есть генетическая еда для них. Это уважаемый Виталий Сандаков задает этот вопрос, а я уважаемому Виталию Владимировичу отвечаю. Ее привезли из соседней ячейки кукурузы. Вместе с народом, вот этим, который поглощает эту кукурузу. Он правильно говорил, рис для китайцев, для индейцев Южной Америки, там, и какой-то Америки кукуруза, а для нас пшеница. Причем уже был вот этот академик, который потратил всю свою жизнь, чтобы попытаться понять, вот он собирал по всему миру злаковые, и пришел к выводу, что не могла вот эта пшеница из дикой культуры превратиться в оккультуренную. То есть, должны пройти миллиарды лет, чтобы этот злак стал положительным. Поэтому и пшеницу, то есть, пшеница, это ж хлеб, это ж, представляешь, какой уникальный технологический процесс. Это ж как надо было додуматься, ой, что-то эхо идет, что посеять, помолоть, смешать с водой, запечь. Это ж целое, это, то есть, нам хотят сказать, что каменный человек лепешку кинул, человек каменного века кинул лепешку в костер, и она превратилась в блин. Что-то помехи идут. сережка, главное, что я теперь вспомнил, что это ты, не знаю, меня слышно, я просто, теперь я понимаю, что нам надо с тобой почаще созваниваться, просто я сегодня реально на два часа договорился встретиться с человеком в центре, и я буду потихонечку собираться, но после того, что я вспомнил, что ты это ты, и этого очень рад, я буду стараться теперь даже самостоятельно выходить с тобой беседы, потому что благодаря тебе я освещаю эти темы, которые, ну, проблематично, с самим собой на микрофон очень тяжело говорить, очень тяжело, согласен, вот так, да, поэтому до свиданья им себя ненадолго, был рад тебя слышать, Сережа, все, всего доброго, Сережа, до свидания, да, спасибо большое за созвончика, пока, 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 Субтитры сделал DimaTorzok